Эти кадры были сняты на скрытую камеру. Во время контрольной закупки продавец предлагает банку пива подставному покупателю. При том, что по закону продажа алкогольной продукции в этой торговой точке запрещена. Она, в общем, достала его из холодильника, дала мне, не спросив о том, являюсь ли я совершеннолетней. Я взяла пиво и спокойно вышла из магазина. Сразу после продажи в магазин наведываются сотрудники госалкогольинспекции. Отвечать за свои действия продавец не собирается. Вместо этого женщина заверяет, пиво она не продавала. Оказывается, его украли. При этом лица своего продавщица не показывает и прячется за шторкой. Как выяснилось, ровно три недели назад проверяющие уже наведывались в эту торговую точку. Тогда этот же продавец также продала спиртосодержащую продукцию, тем самым нарушив закон. Но, видимо, штрафы и конфискация алкоголя здесь никого не пугают. Продавать пиво они не перестали. Сейчас будет произведено у вас осмотр холодильных витрин и изъятие алкогольной продукции. Вот, пожалуйста, цена. Пожалуйста, снимайте все, что здесь продается. Сейчас данная продукция, данное пиво будет изъято из нелегального оборота. Во время конфискации в магазин приехал наряд полиции, которых вызвала продавец. Но сделать они ничего не смогли. Сотрудники госалкогольинспекции в этом случае закон не нарушили. В соответствии со 171-м федеральным законом запрещена реализация алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте. Но вы видели, что данное пиво на витрине не выложено, в свободной продаже его нет. Но когда покупатель обращается с просьбой приобрести пиво, ему открывают витрины холодильные. И там пиво все в ассортименте. И ценники написаны на стене холодильника. Сегодня хозяину магазина не повезло дважды. Пока мы снимали репортаж, прямо при проверке в торговую точку привезли очередную партию ходового товара. Фармацевтический раствор для приготовления лекарственных форм. То есть в соответствии с законом, этиловый спирт у нас может реализовываться только в аптечных учреждениях и только по рецепту врача. Популярный в городе магазин в этот день временно не работал. Но местные жители нисколько не расстроились. Здесь продают круглосуточно и пиво, и спирт сколько угодно. Вот скамейка, здесь дерутся, каждую ночь орут. У меня кто рядом, все страшно. Мы говорим, а ничего не слушают. У меня, видать, крыша такая хорошая. Сейчас по данному правонарушения будет проводиться административное расследование. Материал направят в суд. А пока 80 литров изъятого пива будет находиться на хранении на базе территориального органа. Регина Шигапова, Влад Симагин. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова